Можете нас связывать, можете нас пытать, можете подвергать страшным испытаниям, на какие только хватит фантазии. Но вам ни за что не сломить наш дух. Или типа киношку категории Г. Нет, 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 нет. Сестру? О боже. Всего лишь надо предать собственную сестру, и меня отпустят. Я останусь в живых. Да пошло все! Идите к черту за то, что обрекаете на такой жуткий выбор. Да она нужна! Господи! Сваливаем. Не верю, что говорю это. Но сопротивление намного важнее всякой жизни. Невинной или нет. Моей сестры. Или... Или твоей. Бери ее! Забери ее, черт подери, пока я не передумал! Но знай, что я высаживу тебя и убью все твои проявления до единого, до последнего моего вздоха. Вы поплатитесь жизнью. Наивысшая цена за... Забыл текст. За... ...фильма. ...плачь и делишки. Меня же обещали отпустить! Обырзги крови будут? Блин. Нет! О, есть! В общем, штампованное клише. Снято! Снято, снято, снято! Хайме, блин, какого хрена? А? Что не так? Забери мою сестру! Такого нет в сценарии, чувак! Я просто расстались в моменте, понимаешь? Подумал, что надо добавить актерской импровизации. А может, ты будешь сначала со мной советоваться? Да, конечно. Честно, так на тебя. Каждое написанное мною слово важно, Хайме. Каждое. Каждый слог. Каждая буква. Каждый. Одно вообще сценарий не читал, по-моему. Ну, как оно, Линда? Хорошо вышло? Идеально. Можно подтереться и выкинуть. Сейчас проверю. А тут открывается кадровое окно? Не совсем. Объектив не снимается, так что... Кто-то просто жаждет продемонстрировать свои познания в киноиндустрии, вычитанные в библиотеке. Я просто серьезно подхожу к ремеслу. Матерь божья! Ремеслу! Ну как, получилось или нет? Ну типа... Снимают на аутентичное старое г**ну, да? Смотрелось круто. А кровь получилась? А... Ну... Линда, ты же... Ты же сняла кровищу, а? Зависит от того, как Хайме это передал. Уж я-то постарался. Да, но хоть что-то в кадр-то попало? Ну, видно, как у Хаймы лицо забрызгалось. Аааа, Линда! Я же сказала, что хочу широкий крупный план, где будет видно кровищу из руки и игру лица Хайме, а не огромный кадр с игрой лица Хайме. Я была в моменте. Вообще-то мне тоже нужно было выразить свой творческий порыв через камеру. Ммм... И нет такого понятия, как широкий крупный план. Или огромный кадр. Или игру лица. Просто лицо. Смотрю, всем наплевать, что я режиссер! Вот так вот. Ага, ты смотришь пиару, пиару сплей. Меня зовут Саша. Сегодня играем в частичку вселенной Dead by Daylight. Навье. Умираем вместе. Новая игра. х если так что-то у нас нет подожди 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 типа вдвоем или втроем а что за низкий один ты им 3 хорошо какие тут нас хорошо окей нет то есть этот игрок либо этим либо этим персонажем этот игрок либо одним из трех что-то что вы придумали такое хорошо давай начнем а там разберемся новая сохраняя хорошо будет новая сохраняя ни черта не понимаю что такое но вместе это сколько вдвоем 2 как это если ты слышишь щас к шару это не в игре каждый выбор и каждое действие имеют последствия следствиями некоторые спасут кому-то не спастись который приведут к смерти в общем некоторые поступки всегда ведут к смерти я вложила все силы в поиске силы о которой мне поведали столетия назад неподвластной времени всезнающий прожорливой сущности такой близкой к нашему миру но недоступной пока не появился он фрэнк стоун мой ключ мой убийца убийца я августина либер и я изменю наши миры навсегда цара зенгер шухер представляет августина либер в роли августины либер фрэнк стоун в роли фрэнка стоуна и малыш лаки в роли убийцы добермана пинчера младенец в роли младенца не она собачек любит фрэнк стоун нормальный вроде бы мое здоровье кровь 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 это к кровь польски пропавшего и ребенка продолжается а как мы тут вместе будем выживать по я пер и очередь первый игрок а вот так вот чтобы тогда по сети не по сети это вместе или вместе что это сидор сити 63 год темнокожий парень который умирает первой серии в роли темнокожего парня который умирает в первой серии ботинки алкаша в роли алкаша ого это дракулита вампиреныш или все-таки мент-полицейская здесь ночной сторож ага ты один на всю эту площадь нет есть помощник и где он сейчас на смене тип того мерлин ходит где ему вздумается мерлин мой пес доберман пинчер лучше друга и не сыскать верный просто до гробовой доски ему верю больше чем себе а ты твой пёс мерлин мерлин вы двое храняете весь завод знаю знаю многовато но между нами говоря работу мы выполняем но не пойму куда он пропал сегодня может я его спугнул спугнул хорошая шутка я томас джефферсон холт можно там можно не на женщин сэм грин ты вроде не из прихвостни кусича капитан направила меня к шерифу кусичу в качестве подмоги на время этого расследования а из-за пропавшего мальчишки именно так ты пил там пару капель на ночь то есть я понимаю ты решил вздремнуть вошло в привычку привычку да ну нет это скорее лекарство только при необходимости и как часто ты за этим пришел поиздеваться над ветераном и раскритиковать его лечение нет я здесь из-за пропавшего мальчика и каждая минута промедления может дорого стоить тут ты его не найдешь если пацан был на территории завода я бы нутром чурил откуда ты знаешь что третий глаз открылся от твоих лика это перебор открытие третьего глаза было там так и написали помочь но я уже все рассказал я наружно выбираю абсолютно не те ответы с каждой камень который выбирал в демке думаю так и сделаю дракули то ментеныш от служить отправляется по следу 53 год у него такой стоящий воротничок ты шо давай прям на машине херач ты снял плащ дракули то это это что такое это что это нет что это такое все весь костюм проиграл без плаща я не знаю теперь меняйте мне персонажа а был очень верно что-то посетя я так понимаю что типа я могу могу поиграть со своим котиком со своей песиком со своим со с кем угодно с другом с подругом начинается они не туда нет уже изменили дракули то хорошо владеет своим фонарем ну хорошо мы знаем что тут ничего не найти но можно сканировать на наличие коллекционных предметов у дракули то мы что-то не нашли с тобой можно сюда просочиться где бронепоезд не пройдет и танк на полном ходу не промчится там максим перепылиться на своем пузе проползет на у как то так то это делаем ставки там мы все помним что в демке были разные предметы и в том числе том числе лошадка я думаю здесь будет не лошадка точно что же это будет что же доводишь что же это будет надо подключить профессора x это будет татуэтка точно я именно этой назвал статуэтки эти серьезно где это назвал шахматной фигурой на за статуткой там посмотри демка увидишься и посмотри какой какая-то порно работает быстрее куй шов йома олит не кто-то вообще собирался сбивать здесь нет а теперь мне очень страшно мне еще страшно что они такого же качества сделали эту анальную пробку это будет просто амнец это что такое вообще сторож кто а ой сторож торож торож спит так вот они набирают на то что здесь каждый выбор каждый выбор влияет влияет и перевлияет очень интересно насколько сильно он влияет кстати вот этот фишечка на кью появляется только там где дракулит и вампирионы чувствуют близость коллекционного предмета что будет когда я соберу всю коллекцию а как обычно ничего надо полагать окна будет рассчитано послужно внутрь и пролезть если в шутке не насчет элитника анальной пробки то даже даже не знаю на кого это рассчитано зачем он нафиг надо кстати а что этот фрэнк стоун такой прям же едешь весь из себя известный персонаж что они в честь него целую игру назвали я чуть не помню его там в дбд вообще сейчас комментарии посыпать все вот такой ты фанат значит фу на тебя три раза ну я не говорю что фанат мира игра нравится конечно но дракулита чуйку врубай надо ускоряться так понимаю что надо очень сильно ускоряться так но это мы читали в демке тут ничего на самом деле интересного нет вот просто ничего вот тебе спонсора основные контакт основное контактное лицо доктор р доктор нужна папка со списком персонажей теперь мне становится ясно как они придумали то есть один игрок играет за троих персонажей второй игрок играет за двоих персонажей но скорее всего у тех кого трое у них чуть поменьше роли и поэтому такая фигня просто не понимаю как это реализовано от типа одни играют другие глядят просто да что ли ну и понятно что по сети это не за не будут никак работать на что пасти настолько торопожные ребята что никто не будет ждать пока я здесь найду дракулитовым вампиренышем что-то там что-то там это никто никогда в жизни делать не будет это даже под страхом смерти наверно не будет сделано никаким образом не заставить ни единого ребенка это дело полиция а я рассчитывал ну учитывая что ребята из behavior дбд-шнички а чё там пугаться вас очень даже умеют мультиплеер сколько они лет умеют 9 или сколько там дбд-шки уже стуканула 10 так идем сразу к собачоночки поковыряемся в кишочках ушко подержим в платочек завернем ну его не зря они конечно в демке сделали вот прям начало начала на было кусочек где-то из серединочки выбирать было бы намного лучше или вообще постараться взять для демки отдельную тему пролог эй грин для тебя сержант грин конечно ты случайно не видел мерли не прости рядом да просто боже ты не чувствуешь эту вонь обоняние давно отказала довелось лично познакомиться и подружиться с горчичным газ с алкоголем сидя в окопах видели мы твой горчичный газ в алкоголе а чё так темно 9 вечера всего он на часах слову надо говорить что эта игра как любая другая на этом канале будет иметь продолжение если она нравится не только лишь мне а вот нам всем большинству что выражается комментариях лайки просто ли куда ты подевался во всем вернись песик ёшкин кот хотел бы я вас представить друг другу как полагается черт выбери а там пельмешек играл меня перемешку ну ничего такого кусочек мяса как кусочек мяса так и не разбери его достал нет похоже кое-кто нашел путь к сердцу твоего песика через желудок быть не можем мы с мерлином команда то стал бы лезть между человеком и его другом не другом это что сосиски что ли давай доставай вилку и номинай сосиски почему мышь системная что нельзя было как-то это обыграть вы что блин второй раз не посмотрел какое-то ухо левая или правая вот же пси вроде правая или левая это не того мальчика которого ты ищешь доказательств нет а если сделай одолжение отбрось эту мысль все твои догадки сегодня слегка мимо кассы да что там откровенно херня зачем ты сглаживаешь углы а кстати да тут же это лангуаги 18 плюс если что о то о чем я говорил вот видишь вот эту фигню я назвал статуэткой и вот эту назвал статуэтку да ну точно звал статки а это ну понятно чем я назвал да ну видно ну все пошли что это был за звук нет что это было держись сзади ты ему так доверяешь даркулита явно твоем месте так не делал кстати очень далее возможность выбрать уровень сложности это что такое да нажимки выбрал жертву для печи наверное то есть ты не знаешь и я работаю при заводе они на я работаю при заводе едино тут столько всего можно было взять только всего можно было взять а он дурила берет вот это вот игрушечный ломик да посмотри на него просто игрушечный звуки из дбд то есть дбд они сильно не отходили от своей любимой концепции и второй раз жопу порвал на колючей проволоке скрываемся назад классно берега стендбэк стоп 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 что тут такое серьезно в это убрали здесь а вот почему вот это блинский вот это это блинский а нет не убрали вот но здесь да вот 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 слава тебе господи ух я уже успел спугаться а то сейчас как подумал что может быть она здесь не сработало потому что я только здесь поменял возможно а ну-ка а то я подумал что сейчас 3 на даче удержать кликаем капец ладно возьми в машине рация свяжись с участком куда ты собрался ты правда думаешь что мальчик внизу я не уверен но нутром чую что-то нехорошее и вот это еще тоже возьми обязательно передай его думать сука зафар шмачила позже я не знаю хребтать бы чё-нибудь подрячего прям сейчас но я уже вижу как влияют реплики призритель ты хочешь запомниться как пьянчуга да вообще плевать что за май чего это вдруг ну давай я так понимаю это какой-то новый открылся ты правда хочешь запомниться как пьянчуга который мог помочь но облажался да хорош не сдавайся давай и пьянчуга думает соберись нет так похер вообще да я не просто да сколько мне по херу вообще так точно ну вот надо просто когда-то свалить и нажраться потому что этот моралист он же он же просто всю душу вытрахает сам сейчас облажается жестко мало того что спускается как будто ему лет под девяносто расследишь там был бы гвоздик а или арматурина пробка ему тогда уже не понадобилось бы вообще все уже все ой дракулита снимаю шляпу да изучаю осматриваю а чё а чё ты не берешь в руки там главное в ошметках хватался и все нормально было ковырялся и помню в этой стране что было да я это и без подсказки нашел вот она а вот что здесь было я нихрена не помню лошадка деревянная лошадь я знаю что значит верить путь через лес открыт меня ждет что-то меня ждет но литник конечно кошмарные почему это раньше не заметил а потому что она плоская такая вообще 0 объемы нет ну там не было ничего туда смысла бежать абсолютно нет никакого побежали сразу в мочилово ударимся мочилово фрэнка стоуна давай давай не замирай ну а за это не та дверь ах точно 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 что там хотел осмотреть а а вот это или вот это странные ритуалы кто-то проводит ну принципе да в 63 году ритуалы в котором которых не страдает ни один темнокожий парень это реально странно они за это потом и мстили сюда на правильный кэш по моему его цель оставить отпечатки пальцев на как можно большем количестве разного рода не связанной херни если бы не врожденная обрезгливость он бы тут даже стены облизывал да странная реакция вот ты бы такое увидев ты подумаешь что это меня сейчас тошнит или ты подумал бы пора валить вот я подумал бы именно вот второе чем дальше тем подозрительнее безумец ставший монстром монстром а не хилл он конечно там сбила стала ездил чертовы щели но до сих пор наверное ездит несмотря на обилие разного рода убить я даже представляю как выглядит открывашка которая такое сделала дикий китай а будь это пункт назначения нажимаешь не вовремя он хватает за одну трубу она ломается он падает башкой ошпаривается рукой случайно цепляется за другую трубу она тоже отламывается и насквозь его прошивает там какая-то балка упавшая сверху просто причем желательно через глазницу знаешь так чтобы по жести когда почему никто не сделал что-то подобное в рамках вселенной пункт назначения клондайк жести а такого наворотить я знаю до сих пор люди не ездят за лесовозами самого пекла без мысли о том что может учиться если будешь сниматься в франшизе вверх а теперь мы поползем ползем да лестница в чем разница тогда была здесь в принципе почему такой слабенький франкстоун я думал сущность наделила его такой силой что он этого дракулита вампиреныша просто пополам бы это у меня пальцами сломал а тут такой удар поставлены я даже начну попадать в эти самые идеальные наверное часу на втором игре да дракулита зависает и рэмбо который засыпал себе в рану пороха и поджег это дерьмо какой мое почтение просто аплодирую стоя встать сейчас какого терминатора визер на питание он ползет он ползет жаль не дает пострелять очень зря он продолжает ползти кстати ребенка зовут сэн да он вечно плачет там произошло отделение челюсти франка стоуна от самого цельного куска франка стоуна с дырой во лбу он устрелять метка просто дракулита мое почтение а вот а так все нормально в целом а можно он потом такой тоже будет но есть челюха отдельно впереди на 25 сантиметров выдвинута квадратная голова выдвижная челюсть и это перерождение франка стоуна он станет машиной которая не знает усталости не знает жалости и рождена сущность для того чтобы убивать или он станет маленьким прекрасный пони который будет радостно скакать и насаживать всех на свой рок а вот каин вот я ее хотел выбрать я ее выбрал вот она теперь внедряется все игрок один игрока то что то что там было это такое не счет вот сейчас мы будем играть по-настоящему по спит шапки с укладкой 60 в этом году все хорошо 100 уши в шестьдесят третьем году на шаг не это явно современная собана в куртке в шапке и без штанов твала блин штанах и 18 плюс ребята отрабатывайте 18 плюс где-то чертова анальная пробка блин а мне нравится мне нравятся высокие потолки в спальне это классно знаешь простор все дела вот дизайнеры будете рассказывать о том что зеркала расширяет пространство кому он серьезно вот вот что расширяет пространство отсутствие потолка расширяет пространство до дождик и шо ну мам можно еще пять минут это не имеет смысла имеет имеет такая техника в шестьдесят третьем году ммм кто-то очень любил маму а на обороте написано сдохни тварь или нет я не могу повернуть так чтобы прочли это ну очень любила очевидно а стаканчик хотя подожди и что может если как-то правильно изогнуть руку можно узреть что там такое а не просто дно стакана ну ладно еще один виток следующий раз там уже все заросшее да какого 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 отпрыгивай а зря вот а знаешь так даже миленько отличие тарзан был бы в восторге просто зашибись берем стакан и смотрим что написано на стакане блинский мне нужен фонарик какой-то чертов подстаканник а здесь что на фотке что-то изменилось любовь проявилась во всей красе а жена так старательно заштриховывать а обычно они просто отрывают одну половину фотки и все вид из окна на валун и еще больший валун ну нравится и валуны не будем девушку обвинять ни в чем красная подсветка жопы а замечательно это они такие вы видели какая жопа у нашего персонажа не видели смотрите нет вы посмотрите нет какая жопа красная ну мы же все понимаем кто играет в эту игру 18 плюс все таки это не то что ой какие ушки какие ушки нет жопа ну что ж понятно господи что вы придуриваетесь 18 плюс и это только за язык ну как за то что здесь распускают свой язык персонажи матерятся и так далее хотя ну тут такое так чисто ой черт или там вот дерьмо максимум а сука жопа и говно это вообще даже и не маты если что если для кого-то вдруг это в 2024 году тайна включай давай этот телик как раз времена молодости твоей мамы а представляешь у нее лицо такое же исполцованное как на фотке и тут ты напрягаешь да потому что это хоррор потому что это хоррор я тут все в порядке вам м а ну насчет пробки не знаю на пенитрация была абсолютно точно не то что я ожидал температура золотом такая такая-то капитан самолета или а мы начинаем заходить на посадку лондонском аэропорта война спокойно я ждал способные морды они так выбрали вот это отсутствие глаз такой рот знаешь стандартные каши страшилки серьезно ребят ё-моё 2024 год ну что-то оригинальнее игрок один я тут за двух игроков играю если что если я знал что именно так же нам будет так я бы так хотел но потому что мы и 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 Ты справишься, Мэдисон, будь внимательна и держись курса. Ну, то есть знаков, следуй за знаками. Мэдисон по кличке Сельская Дорога. Там еще номер был, наверное. Это что, автостопщица? Вот так вот ломом останавливают. Сейчас они все заедут на территорию этого завода. Гоп-стопщицу подбираем. Какая миленькая старушка-гоп-стопщица. Или не старушка? Привет! Это гоп-стоп. Вываливать вашу жопу наружу. А это та старушка, которая это все заварила, да? Подвезете меня? Конечно. Да, садитесь. Мне к поместью Герант. Оно дальше по дороге. Ха, странно. Я так-то тоже туда еду. Значит, нам по пути. Ну давай уже, шевели батонами. Судьба из Минина. Мэдди подбирает гоп-стопщицу. Больше после этого никто не видел Мэдди. А найдут ее труп через 55 лет. Значит, нам обеим по пути. Обуглоданные и по частям. Да уж. Хотя, честно говоря, Костиво удивляться. Мы ведь уже довольно близко. А дорога вроде без развилок и поворотов. Не одному кажется, что у меня какая-то странная. Так, вы сказали, вы едете в поместье Герант по делу? Лучше, чем в Париже. До этого была в Амстердаме, Дублине, Милане, Лос-Анджелесе и в Орегоне. Очень давно. Разыскивается везде, в общем. Кстати, моя мама из Орегона. Ну, одна из них. Слышала там весьма неплохо. То есть, что это, конечно, та еще дыра. Ну, такая... Ну, мы все поняли, да? Я там, правда, не была, так что сама без понятия. Я из Нью-Йорка. Выросла там. Никуда и не выезжала толком, пока не поступила в колледж. Здесь, в Англии? А, нет, в Берлине училась. Кстати, я Мэдди. Линда. Давай на ты, Мэдди. А, хорошо. Сначала казалось, что ты вот-вот меня оглушишь. А, прости. Давай, там открыто уже. Раз ты так пошла, то давай. Ну, так и чем же ты занимаешься, что надо колесить по свету? Я кинорежиссер. Много путешествую в поисках мест для съемок. Езжу на всякие фестивали. То-то там были разговоры про Дэу. Я слышала, в кино непросто попасть. Попасть легко. Тяжело удержаться. За постель? Пришлось убрать пару коллег, да? Ну, мне и правда пришлось усердно трудиться, но я солгу, если скажу, что совсем никакой удачи в моей карьере не было. Да ну. Не только лишь удача делает из людей успешных режиссеров. Она самая. Я никогда не мечтала быть той, кем я стала. Ммм, ну-ну. Тогда не так уж и плохо не иметь устремлений. Эй. Взгляни-ка. Поместье Дракулита в Эмпиреноши? Это он так копом работает, да? Для души. Таксует чисто на копской машине. Ну, так-то вообще он... Филантроп. Плейбой. Миллиардер. Дракулита в Эмпиреноши. Зон. Дом тьмы. Поместье Герант. 2024. Местечко, конечно, слишком... Мрачное. Я хотела сказать, что оно как в ужастиках. Точно. Так что, мы стучимся или... Не знаю. Я... Звонок. Может, никого нет? Ну, я приехала точно ко времени. И я. Эй! Есть кто дома? Тихо. Житейская мудрость. Дёргай все двери. Думаешь? Ну, нас же ждут, верно? Что ж такое? Просто... Войдем? Именно в этот момент... Нормальный человек понял бы, пора валить. Ну, ты же взрослая. Как и ты, Мэдди. Тогда... А сколько я лету? Что ли... Это Мэдди. Мэдди. Переключаемся на кошелку. Почему света нет? Без понятия. Есть кто? Можно осмотреться. Эм... Эй! Мы тут! Они... Кучу спойлеров накидывают вот это вот задание. Осмотреться, найти Августину Либер. Нахрена? Вы спойлите все это? Бегает она, как будто ей, конечно, 13 лет. На самом деле, взрослые люди так не бегают. Тем более, с такой физиологикой. Так, не сюда получается. Получается. У нее какой-то акцент. Какой-то околофранцузский, нет? Почему-то приплели при озвучке. О, Августина Либер. А, дамы. Добро пожаловать. Приветствую. Привет. Мне так и не объяснили, что делать по прибытии сюда. Так что... Ага. И нам. Прошу меня простить. Я забыл о манерах. Меня зовут Стэн. А вас? Мэдди. Не знаю, я видел, как тебя зовут. Прекрасное имя. Незнакомец тебя зовут. Сокращен от Мэддилайн. Вообще-то Мэддисон. А, второе имя Лексингтон. Что? Центр города. Большое яблоко. Город, который никогда не спит. Где живут красивейшие женщины и отчаявшиеся мужчины? Мэддисон Авеню. Поняла. Подходящее имя для столь прекрасной дамы. Если его убьют, то жалко не будет. На это напирает, да, режиссер? Да нет, она ничего не насторожена. Вообще у нее... Вообще в голове пол извилины. Серьезно. И давайте это и отыгрывать уже. Эм, и давно ты тут ждешь? Не меньше минуты, но и не дальше вечности. А это долго или... Казалось, что долго, пока не появились вы. Парадная дверь не заперта, так что... Я осмотрелся и устроился поудобнее. А потом нашел способ почувствовать себя как дома. А разве не странно, что тут никого нет? Нас же пригласили, правда? О, уже одна извилина. Линда Гамильтон. Мне напрягают нарисованные брови у старушки. Просто кошмар. Я думал, это конструкт, а я нет. Ну, позволю себе возразить. При вашей фильмографии такая скромность просто феноменальна. Жизнь и смерть под лунным светом – совершенство. Кровь и мозг – обязательно. Забытая плоть. Даже не знаю, с чего начать. Ну ладно, окей. Мисс Кассел, вы архетипичная, контркультурная икона современного кинематографа. Спасибо, на добром слове. Не ожидала услышать его тут. О, так ты и впрямь. Это архетипичная культа, контр... икона культуры? Стоп. Разве вы прибыли не вдвоем? Пол извилины. Ой, нет. То есть, да, мы ехали вместе, но всего пару последних миль. Моя машина заглохла. Ясно. Пардон, я принял вас за ассистентку Мисс Кассел. Ах, нет. Я одна. Стоп. Не следует радоваться или обижаться на это? Что вы... Зачем это и французский акцент, и почему такой молодой голос у старушки? Будь она у вас, ее обаяние и близко не сравнилось бы с Мисс Авеню. Твоя фамилия Авеню? А, нет, 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 нет. Я что-то пропустила? Только нашу всеобщую печаль из-за отсутствия хозяев. Где бы они ни были. Значит, ищем дальше? Ну, а почему бы и нет? Может, хозяйка нам что-то оставила? Угу. Труп свой. Чем занимаешься, Стэн? Не буду утруждать вас всеми деталями, но это связано с деньгами, тачками и акциями. Все законно. Индия пахнула. Конечно. О, еще бы. Так, что он повыписывал здесь? Легкая стива на ночь. Табличка пятая. Гибель Хумбабы. Друг мой Хумбабы, хранитель леса, поруби, убей, сотри в порошок и уничтожь его, прежде чем услышит великий бог Энлиль. И боги разгневаются на нас. Энлиль находится в Нипуре, Шамаш, в Сиппаре. Возведи вечный памятник, прославляющий убийство. Энкинду управлял им, а Гильгамеш держал голову Хумбабы. Примечание. Норман, ты только вчитайся, что Энкинду говорит Гильгамешу. Наш герой не слышал мольбы Хумбабы о пощаде, так как понимал, что, оставив демонов живых, обесценит свою заслуженную победу, и что лишь явное проявление силы способно впечатлить богов, следящих за их поединком. В погоне за славой нет места милосердию. Небесные врата не откроются для того воина, что выбирает путь сдержанности. Короче, иди по трупам. Может было так просто и написать. Очень тонко. Дать понять, какого мнения ты о женщине на портрете, поставив под ее портретом фигурку кабана на цепи. Очень тонко. Зачем вот это столько телодвижения, господи? Ха! Киноафиша внутри шкафа. Интересный выбор. Смертельный завод? А смеешься ли войти? На! Смертельный завод. Эй, а вы слышали о смертельном заводе? Смертельный заводит. С ума сойти! Ты что, шутишь? Нет. Я тут не единственный, кто знаком с этим фильмом. Стоп! Это тоже ты снимала? Это одна из моих первых работ. Сверхмалый бюджет и... Никакого понятия о том, что мы делали. Решевая фуфло, значит. Этот фильм не должен был увидеть свет. Я жалею, что он вышел. Почему? Ну, все как-то вышло из-под контроля. Говоря, показов было мало. И каждый раз публика впадала в бешеную, неконтролируемую ярость. Не, нет, да хорош. Не отрицайте. Этот фильм легенда. По-моему, у зрителей просто крышу рвало от скуки. Послушайте, вас наверняка заставили дать кучу подписок о неразглашении, но... Что? Кто? Правительство. Когда оно конфисковало и уничтожило все копии фильма до единой. Ох, да хватит уже. Штуку вроде оставили на всякий случай. У ЦРУ, как говорят, есть секретная лаборатория, где картину используют при... особых допросах. Откуда ты все это знаешь? Я же фанат. И знать такие штуки полезно. Фанат ЦРУшник? О, да. О, ну, наконец-то. А я же думал яркость подкручивать. Должно быть. Не знаю, но смотрится эффектно. Линда Угу. О, чудно. Я вижу, вы не теряли времени и уже все познакомились. Прошу у вас прощения за свое опоздание. Я со старушкой перепутал. У меня сейчас так много дел, просто голова идет кругом. Негостеприимно с моей стороны отвлекаться на них, пока я с вами. Ах, да, насчет гостеприимства... Ах, горло пересохло. Так не пойдет. В конце концов, вы чересчур красноречивы в трезвом виде. А в нетрезвом виде вдвойне. Мэдисон, вы тоже освежитесь? Эээ, просто Мэдди. А что ты предлагаешь? Пардон, Мэдди, так Мэдди. Все в порядке. Нонсенс. Не стесняйтесь отстаивать свое имя, ведь оно это вы. Это очень важно. Сказала та, которая собирается ее убить. Я назову себя Августина Либер. Приятно познакомиться, Августина Либер. Тогда вновь предлагаю вам выпить, раз знакомство состоялось. Воды из унитаза? Не хочу. Я не пью в незнакомых домах незнакомые жидкости. Точно? Очень жаль. Я подтверждаю. Да, у меня проблемы с выпивкой и полетами. Но спасибо. Я знаю, что путь сюда был неблизким, и вы утомились. Надеюсь, здесь вас ждет достойная компенсация. Это зависит от вас. Верно? Думаю, так. Покажете вы, покажу и я. Вы торопитесь. Терпение, мистер Стэнфорд, пока не все в курсе. К делу Августина. Я сюда добирался не ради выпивки. Что это там? Не знаю, что ей привезли на продажу вы, но у меня один из редчайших образцов кинематографической однодневки, который когда-либо выставлялся на продажу. Что ж, вот перед вами единственный уцелевший фрагмент пленки фильма «Смертельный завод. Оригинал». Самая ранняя работа одного известного автора. Предположительно, стоит целое состояние. Так говорят. Огорчу тебя. Эх, черт. Вот тебе и вся ее уникальность. Что такая мелкая? Я должна принести ее вам лично, если хочу. Я выполню то, что пообещала. Всем вам. А если я не продам? Выбор за вами? Эти 40 лет страданий. Но зачем вам продлевать? И я вновь у всех прошу прощения, но у меня появилось срочное дело в личном реликварии. В мое отсутствие продолжайте чувствовать себя как дома. Может, сначала закончим разговор? Всему свое время, мисс Кассел. Это выглядело как... Ой, уже так поздно! Мне давным-давно пора спать. У нас почти получилось. Энергия сущности уже давила на стены завода. Пока смельчак Сэм Грин не вмешался и все не испортил. Смарчок. Прерван. Мой ключ изломан. Фрэнк Стоун не умер той ночи. Естественно. Его душа слилась с основанием завода. Бесконечный, мучительный кошмар. Мне нужно было найти способ вернуть его. Внедряем еще одного персонажа. Кого на этот раз? Твоя очередь, игрок один. Пошел. Кучеряшка. Никак не дойдет. О. Да. Думаете, мы слабаки? Что мы ничто? Что? Вы мне противны. Снимаем документалку, херой. Как не поймете своими куриными мозгами? Можете нас связывать. Можете нас пытать. Можете подвергать страшным испытаниям, на какие только хватит фантазии. Ну, вам ни за что не сломить наш дух. Или типа, киношку. Да. Категория Г. Нет, 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 нет. Сестру? О, Боже. Всего лишь надо предать собственную сестру. И меня отпустят. Я останусь в живых. Да пошло все. Идите к черту за то, что обрекаете на такой жуткий выбор. Да нахрен она нужна? Господи. Сваливаем. Не верю, что говорю это. Но сопротивление намного важнее всякой жизни. Невинной или нет. Моей сестры или... Или твоей. Бери ее. Забери ее, черт подери, пока я не передумал. Но знай, что я высажу тебя и убью все твои проявления до единого, до последнего моего вздоха. Вы поплатитесь жизнью. Наивысшая цена за... 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 Забыл текст. За... Говнофильма. За... Плачь и делишки. Ах! Меня же обещали отпустить! А вырзги крови будут? Блин. Нет! О, есть. В общем, штампованное клише. Снято! Снято, снято, снято! Хаймы, блин, какого хрена? А? Что не так? Забери мою сестру! Такого нет в сценарии, чувак! Я просто... Растворился в моменте, понимаешь? Подумал, что надо добавить актерской импровизации. А может, ты будешь сначала со мной советоваться? Да, конечно. Честно, так настраивать на тебя. Каждое написанное мною слово важно, Хаймы. Каждое. Каждый слог. Каждая буква. Каждый. Одно вообще сценарий не читал, по-моему. Ну, как оно, Лида? Хорошо вышло? Идеально. Можно подтереться и выкинуть. Сейчас проверю. А тут открывается кадровое окно? Эээ... Не совсем. Объектив не снимается, так что... Кто-то просто жаждет продемонстрировать свои познания в киноиндустрии, вычитанные в библиотеке. Я просто серьезно подхожу к ремеслу. Матерь божья! Ремеслу! Ну, как, получилось или нет? Ну, типа... Снимают на аутентичное старое говно, да? Смотрелось круто. А кровь получилась? А... Ну... Линда, ты же... Ты же сняла кровищу, а? Зависит от того, как Хайма это передал. Уж я-то постарался. Да, но хоть что-то в кадр-то попало. Ну, видно, как у Хайма лицо забрызгалось. А-а-а-а, Линда! Я же сказала, что хочу широкий крупный план, где будет видно кровищу из руки и игру лица Хайме, а не огромный кадр с игрой лица Хайме. Я была в моменте. Вообще-то мне тоже нужно было выразить свой творческий порыв через камеру. Да. И нет такого понятия, как широкий крупный план. Или огромный кадр. Или игра лица. Просто лицо. Смотрю, всем наплевать, что я режиссер! Линда, когда снимаешь фильмы, надо считаться с мнением режиссера. Это фильм Крис, так что... Серьезно? Ты тоже отошел от сценария? Да, но это... Но это игра. Актерская. Нет, нет, нет. Нет, нет, я не вынесу. Нет. Давайте попробуем в другой раз. Давай все уберу. Все получится. А если нет, ты загладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. А-а-а, прямо как сироп от кашля. Мятный. Да, меня их прям тошнило. Я думал, кстати, он сговорится, стой. Противорожиссера. Ладно, ладно, за работу, ребята. Собрались быстренько. Что уйти? В смысле уйти? Сейчас только что самый интересный фильм мог получиться. Окей, звук пишется. Камера пишет. Ладно, все по местам. Приготовились. Приготовились. И начали. Блядь, нет. Вот капец, пахнет жареным. Что это вы здесь творите? О, Дракулито. Это ты. Здравствуйте, мистер Грин. Шериф. Шериф. Точно, простите. А он оказался шериф? Сколько раз я говорил вам? Держаться отсюда подальше. Мы тут снимали сцену. Сцену? Для нашего фильма. Здесь запрещено вести съемку. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривера. И вы здесь незаконно. Так что, если не хотите ночевать в обезьяннике, попрошу вас, мисс Кассел и мисс Дикси. Так это 63-й год все-таки? Мисс Дэми Ди Дикси. Так это говно того времени, а не ретро-говно. Мисс Гордон. Попрошу вас немедленно покинуть территорию и никогда, ни при каких обстоятельствах не возвращаться на этот завод. И не трахаться на заводе. Никогда. Никогда. Нам очень жаль. Нам так и наставать на самом деле. Это шла жрехи. Сэр, со всем уважением. Нам похер. Мы как бы уже почти все сняли. И если не доснимем сцены в основной локации, все пойдет псу под хвост. Ну тогда пускай идет псу под хвост. А череп, да мне тоже похер. Ладно, тогда арестуйте нас. Что? Да. Арестуйте нас за проникновение. Линда. Порнуху в камере они еще не снимались. Я не только папа Роберт, он еще и коп. А кто в кого проник? И вам пора ко мне прислушаться. Потому что вам реально нельзя здесь находиться. Он папа Роберт? А вам-то какое дело? Я думал, ему лет 20. Да, мы же не грабители какие-нибудь. Идите домой. Нахер. Тут опасно. Но нам осталось снять три коротких сцены и дело с концом. Ну, мне кажется, съемок сегодня больше не будет. 63-й год. Он бы мог бы прострелить кому-нибудь из них колено и все. Я не бы поняли уровень опасности. Ну, он еще ничего. Обычно. Мы же не пойдем у него на поводу, да? Я думаю, что мне подобие жаба вот этого на майке. Вернемся в гараж и прикинем, что будем делать дальше. Хотя бы даже в 63-м году у него такие пробитые уши. Я не знаю. Какой-то год вообще. Покажите их колымагу. Я хотя бы пойму по ней, может быть. Хотя она тоже может чья-то там древняя хрень. Взяли где-то напрокат. А может и нет. Все готово, сэр. Даже не пытайтесь меня надурить. Я все вижу. Так точно? Нет, ну это явно будущее. Будущее. Настоящее. А не прошлое. Судя по его тачке. И по заброшенности с завода. Я был просто очень увлечен актерской игрой, поэтому не смотрел, что они там пишут, год не пишут. Восьмидесятый год. Это восьмидесятый год. То есть Дракулита вампиреныш каждый год 33-го ноября приходил на место, где он отстрелил башку Фрэнку Стоун. Это было уже 17-е годовщина. Он кайфовал каждую секунду от этого дерьма. И, ну, в общем, ему не нравилось, что кто-то мешал. Абсолютная и бесповоротная катастрофа! Не драматизируй. У нас же дедлайнов нет. Кому нужен рабочий дедлайн, когда каждая потраченная зря секунда приближает тебя к дедлайну абсолютному, вечному? Готично. Мне нравится. Эй, а это что? А-а-а, это чтобы надевать во время съемки. Сюрприз! Стоп, ребят, раз вы обувь в кадре, значит, я буду одна? Ты типа наш представитель? Ну да, конечно. Так это та самая линка, господи. Так она же сломана. Линза треснула, но пленка-то в порядке, пока крышка закрыта. Ладно. Сегодня у нас неплохой улов, стакан наполовину полон. Чувак, дай спокойно погрустить. Блин, шерифу Грину вообще больше нечем заняться. Ну? Ну, может, он все-таки преступников ловить будет? Не сказать, чтобы Сидор Хиллз кишел преступниками? Ну, не совсем так. Была та заварушка с серийным убийцей. Стоп, что? Когда это было? А, я был совсем мелким, мне мало что известно. О, да ты все еще пупсик. И ничего не знаешь. А теперь, малыш, будь умницей и расскажи все, что ты знаешь о маньяке. Об убийце. Я кое-что знаю. Давай, колись. В-первых, я думаю, что поэтому шериф Грин не хочет пускать нас на завод. А, там ведь все и произошло. Так ты все знал. И ты молчал, предатель. Я ведь знал, что ты сразу станешь такой. Я синпень стану. Линда? Что там было с заводским убийцей? Ну, на этом все закончилось. Но прежде была целая череда исчезновений. Точнее, похищений. Убийств. Как звали этого типа? Добавим его в фильм? Даже не знаю. Фрэнк Стоун. А, так. Фрэнк Стоун на самом деле убивал людей на сталилитейном заводе? Эээ, на нашем заводе? А потом его там и убили. Такая ирония. Теоретически. Фрэнк работал на заводе, но тот уже был на последнем издыхании. Вряд ли там было очень людно. Его вскоре закрыли. А что я не могу тут двигать ни хрена? А, потому что тут надо уже там двигать. Как думаешь, чего он хотел? Должна же быть причина для убийства такой кучи народу, а? Признание, никто так и не дождался, поэтому ничего неизвестно наверняка. А в Закенде Мэна они возьмутся, нет? Было бы здорово. Всегда можно спросить Фрэнка Стоуна. А? Крустальный шар или доска, что скажут нам по линии мадам Биби? Так просто позвонить мероприцам. Я однажды звонила мисс Биби. Хотела поговорить с Мэри Шелли, но мисс Биби решила, что это моя бабушка. Поэтому взялась убеждать, меня есть побольше щей. Угу. А что сразу Франкенштейну не позвонила? Вот, блин. Тут напрямую. А может, лучше не стоит ворошить прошлое? Да уже столько лет прошло. Людям не очень нравится их ворошить. Иногда в округе шныряют журналисты. Людей это реально бесит. Стоп, а почему до сих пор Франкенштейна не добавили в ДБД? А что случилось с моей мышью, блин? Почему мне теперь нужно это делать Клавой? О чем конкретно спрашивали журналисты? Без понятия. Журналисты все время копают грязь. Они что-то знали, раз все время там терлись? Да забей, как забили все здесь. Кроме шерифа Грина. Ладно. Не хотите мне рассказывать подробности? Найду того, кто захочет. Окей. Удачи. Да не важно, что случилось на заводе. Со сломанной камерой закончить съемки не получится. Эй, может, отнесем камеру в магазин? Вдруг ее починят. Чуть не набутылилась. Ну и... Кошмар. С горя. Просто я остатки бюджета уже потратила на футболки. Козадраная. Может, ты знаешь каких-нибудь потенциальных инвесторов? Иначе мы в жопе. Это что? Это только я! Уже ты 16, я больше здесь не живу. Ты не можешь меня наказывать. Че? Ты тоже хочешь получить. Сестра его. Твоя очередь. Учеряшка. Да вы задолбали. Включите мне долбаную мышь. Здорово. Как твои делишки? Он наглого ушибленный. Что с тобой? Да ничего. Почему папа такой придирчивый мудак? Я вернулась домой, чтобы помогать, а не делать все. Я не прислуга. Я что, похожа на уборщицу? Да. Только попробуй сказать, что похожа. Да. Он же волнуется за маму. Его больше волнует то, что когда она двинет коней, я свалю отсюда, и ему придется впервые взяться за швабру. Он такой, ну не бывать этому дерьму. Блин, Бонни, это жестко. Бонни, это жестко. Только это правда. Можно же было чуток помягче, а? Ему нелегко, и мне тоже. Ну, тебе-то не пришлось бросать все на свете и лететь из самого Нью-Йорка, чтобы работать мамочкой, когда родная мама заболела. Нахер пошла! Знаю, у меня такого не было. Но я бы сделал так же, ясно? Ведь семья — это главное. Семья — это главное? Мы что, в детском саду, что ли? Я тебе приятное сказать пытаюсь. Ах! Да пофиг! Мне просто нужно убраться из этого дома. И поживее! У нее постоянно вот это. Синдром Трэкта или что? Хорошая идея — попросить денег на ремонт камеры у Бонни. Что она все время матерится? Она разбирается в искусстве. Эй! А может, Бонни нам и не нужна? Стоп! Убьем ее! Завалим! Суку! Ты всерьез? Расплачусь с ней позже. Это же не кража, да? Не знаю, чувак. А ты гнида. Будь гнидой! Будь гнидой! Будь гнидой! Гнидой! Гнидой будь! Заявляю для протокола, что не оправдываю финансирование фильма и средств, полученных преступным путем. А я надеюсь, что ему по морде дадут за это. Я очень рассчитываю на это. Она еще спасибо нам скажет, когда потекут десятки долларов чистой прибыли. Так что переживет. Ничего. Десятки. Как скажешь. Нужно починить камеру до ее возвращения. Я бы взяла побольше. Так он все, наверное, и взял. Нет? Что-то они не показали, какое-то достижение дали. Игрок. А забо не будет. Жаль. Она такая прикольная. Еще и вот эта сцена. Может, кого-то зашибет. Ты в порядке? Ты весь какой-то дерганый. Серьезно, будь у нее синдром Трета было бы нормально. Но вот это то, что она вот так ведет себя, как дура. Ой, там было сказано избегать длительного контакта с кожей. Ты же все сразу себя смыл, да? Ты намекаешь, что она типа опасная, что ли? Это ужастик, Хайме. Умереть может каждый. В любой момент! Дебилы. Надеюсь, они успеют починить камеру до закрытия. Не уверена, что фармацевт умеет чинить камеры. Эй, думай позитивно. Нам все равно больше некуда ее нести. Что? А может сюда? Это здание хотели же снести. Там новый арендатор. А в лавке древностей вообще чинят камеры? Возле дома моего дедушки жил старьевщик. Он частенько подшаманивал всякий старый хлам. Кто знает. Здесь тоже хлама будет завалить. Ленда, что тогда была за дрочкой, что и осталось такой же самый. В древности, конечно, лавку. А мы еще купим всякой хрени страшной. Я всегда интересовалась древностями и редким антиквариатом. Через которую сущность выберется. Ну да, конечно. Веди нас. У них камера и так редкая древность. Хренов антиквариат. Там явно такие же есть. Глаза, например, в банке. На палочках. Лучшие экземпляры в окна не ставят. Давай зайдем посмотрим. Ну вот. Дорого. Аптека все еще открыта. Можем зайти. Что дорого? Клазет там написано было. Капец он, конечно, себе футболку пропердел. А она кожаная, судьба всему. Так, поглядим. Так, легкий замуж. Я думаю, у меня есть для вас кое-что интересное. Надо только найти. А вы будьте как дома. Окей. И непременно осмотритесь. Кто знает, какие сокровища вас ждут. Да ты что, бабка? Это ж калиптоманы. Все. Будь как дома. Здесь? О, как тонко. Добавить маску зайки сюда. Как тонко. О, какая милашка. Ага. Эта милашка тебя порубила бы топорами только так. Нахлобучила бы. О, да ладно. Не знаю, что это. Но даже смотреть будет. А представляешь секрет невидимости именно в этой фиговине? А? Нет, ну хребет-то и череп натуральные. Блин, выглядит кайфово, конечно. Эй. Тонко. Тонко. Угу. Тонко. С трупа сняли? Ммм, да еще и подключенный. Кого привлекает такая жуть? Ну не знаю, лучше, чем вы наснимали. Стоп, это оно подсвечено или? Нет, мне не кажется, оно подсвечено там было. Опля, подрезало пленочку, да? Нет, это просто так? Вы что, издеваетесь? В полумраке мне показываете какую-то хрень? О. Наверняка, среди этого мусора будет что-то полезное. Ага. Слушая, прикольные игрушки, еще и глаза светятся. Зашибись. Малыш-трахер. Я так понимаю, этой Линдой мы не будем играть, когда она в молодости была. Какой она была? Кому бы это место не принадлежало раньше, а удача им неведома. Олсен. Это письмо будет служить подтверждением соглашения о продаже безумной безделушки деда Неда. Все сопутствующие юридические документы подписаны, и вы получите оплату к концу месяца. Мой клиент также хотел выразить свое сочувствие в связи с постигшими вас трудностями. Если из-за всего этого и можно извлечь какой-то урок, пусть он будет таким. Пожары, кражи и несчастные случаи происходят не только с другими людьми. Надеюсь, переезд из Сидар-Хилст поможет вам отойти от тяжелой утраты. Ведь время — великий целитель, и, возможно, однажды вам снова хватит душевных сил, чтобы завести кошку. С уважением, с уважением, Эр Страйкер. Стрейкер. Ну, почти. Ой. Письмо от Юрика. А, это маска, да? Да, это маска. А в этом мере, думаю, не смотрели, да? Ничего нет? Флор, ряд. А-а-а. Тик-тик-тик. Стоп. Что тут у нас? А, это ты. Это что за движение? У нас есть все, чтобы закончить эту хрень. Украдёшь? Кроме завода. Шериф Грин глаз не сводит с главных ворот, так что нам туда не пробраться. Пропалдёшь на пузе, хватит хмыкать. Эй, клиптоман, ты замки взламывать умеешь? Да это чёртова старушка подевалась. Подожди, подожди, поговорить. Давай попробуем просочиться сюда. Ха. Все самые ценные вещички наверняка в подвале. Если она погонится за нами с гигантской бензопилой, я буду в полном офиге. Как тонко. Повезло. Поистине прекрасная вещь. Ой, да, повезло так повезло. Действительно. Да. Ого. Можно? Ну, конечно. Ну, конечно. А, какое ретро. Возможно, нам даже удастся её запустить. Но, честно говоря, мы искали не совсем это. Угу. И сколько вы хотите за неё? О, на ней висит маленький ценник. Но я, кажется, забыла свои очки. Вы не посмотрите. Обманешь. 20 баксов. Да, какой там с благодарностью госовой и посмотрите на неё. Скидывай цену. Как-то это чересчур дорого за такое старьё, понимаете? Это весьма ценная вещь. Именно за этой камерой всё началось, да? Я не могу, но... Могу кое-что предложить. По плёнку запасную? Уникальная вещь. Ручная работа. На удачу. Маньячная ленза сущности. Мало ли. Может, пригодится в качестве реквизита? Конечно. По рукам. Чудесно. Большое спасибо. Нет, карманное зеркальце. Спасибо вам за камеру. Ох, какие пустяки. Когда молодёжь так тянется к искусству, глаз радуется. Они такие долбанутые, что даже насчёт плёнки не подумали, да? Да, вы такие. Я такая подумала, ё-моё, деграданты. Или она думает другое. Ты сдохнешь. Черяшка. Ой, ребят, вот я балда. Я же обещала маме купить молока. А, может мне... Держи, я мигом. Стой, Крис, мы же всё потратили. Четвертак в носке. Четвертак в носке. Что за тупой трындёж? Серьёзно? Молока она обещала купить. Топ. Как это такое? Проклятие? Серьёзно? Писать больше не о чем. Почти все, кто участвовал в производстве, постарались максимально отстраниться от слухов вокруг исчезновения Дина, среди которых самой живучей оказалась история о том, что на сохранившихся, отснятых эпизодах во всех сценах с участием Дина чётко виден странный клубящийся на заднем плане туман. Быть может, и в самом деле нечто таилось в пустыне, поджидая подходящий момент, чтобы омыкнуть звезду фильма во имя своих тёмных замыслов. Ну, это херня какая-то. Понятно. Мыкнули дыню. Ты веришь, что она за молоком пошла? Это же аптека. Она явно пошла за тестом на беременность противозачаточными или обдолбаться. Поймешь и ботинок. Четыре имени. Четыре испуга. Ты моя думаешь, что за хрень такая вообще? Эдак ботинок. Никогда бы не подумал. О, да ладно, тут есть мини-игра? Ну, вот своего рода. А почему эти хреновины похожи на свинину, а? Да, давно я такой не играл. Чуть не попало. Чуть не попало. Мне больше мешают те хреновины, чем защищают мне. Без чё. Зараза, а? Такая. А что будет, когда я всех убью? Следующий уровень начнется или? А то последнее... почти я серьезно точно такой же они и нет ну мини-игра есть это уже плюсик карман топ тут что-то еще было такое непонятное это очень пригодилось для смертельного завода были бы лишние деньги и карты карты это да пригодились бы пикарды щеки что же она здесь купит роберт ты разве не в библиотеке работаешь а тебе откуда знать дракулита выберешь младший видел чувак у меня глаза повсюду линда приехала подкатить к нему и бы сама заходила тут клёво по моему таких червей не бывает книжных тоже так не закрываться минуты через две так что а надо мне нужно молоко но я не могу его найти ясно молоко да одно спасибо окей так с вас 25 центов окей да в библиотеке конечно столько не заработаешь хотя там не зарабатывают это волонтерство если любишь читать то и неплохо точно отдел ужасов там хорош не знала что ты по ужастиком только книги и фильмы и комиксы до чего смогу добраться знаешь мы с хайма и линдой тут снимаем ужастик на заводе в сидр хиллс да ладно еще пара рук лишний не будет так что если тебе интересно вау даже очень но а мой папа знает что вы там шастаете он также завод как пёс а ну да да мы с ним сегодня столкнулись но хотим вернуться и отснять конец блин вот как раз вовремя дракулита старший пришел бы я поучаствовать это в чем же привет пап да вот крис не тут рассказывала благотворительном сборе на киносеансы в библиотеке ясно подумать как мне нас развести а да только сумку возьму чё ты тут трюсся а слушай ты коза драная крис я перегнул палку с тобой и твоими друзьями прости а я хотел объяснить что это не шутки а теперь мышь ё-моё балуйте понимаю я слышала фрэнки стоне такие места небось кишат демонами поработай с моё в полиции поймешь что демонов полно везде готов дракулита ты быстрый пока смысле магазин закрываете она остается внутри назвал в кондаве вычасти вас на завод тайком только дай знать давай снимать надо уточнять снимать что снимать что снимать ладно мы продолжим следующий раз если понравилось если тебе понравилось на самом деле постарел он неплохо держится молодцом без обошлось без херни и брови вроде свои просто выстрел их так странно испанного ставь лайк комментарий пиши и продолжим возможно а если нет то нет ну ты решаешь мое дело предложить твое отказаться если что большое спасибо всем за компанию и а и о Субтитры подогнал «Симон»